всем здравствуйте извините за задержку он и тут немножко мерзнем у нас продолжение разговора про сети в линукс что-то было неправильно и сегодня мы продолжаем тему прикладного протокола прикладных протоколов я в прошлый раз значит заявил что в прошлый раз заявил что бессмысленно изучать прикладные протоколы потому что их бесконечно много штук самих протоколов вот в этот раз наверное буду себе противоречить немножко потому что на самом деле есть некоторый список он тоже такой теряющийся в пространстве то есть не фиксированный некоторых сервисов прикладного уровня которые вообще говоря нужны для системы для того чтобы она работала нормально мы хорошо помним главный главный протокол прикладного уровня без которого вообще никакой интернет нормально не работает и dns да если у вас не настроен dns то у вас не работает преобразование доменных имен в api адреса и в общем фактически не работает ничего ну или по крайней мере почти ничего до любой так сказать сетевой специалист вам скажет нет нет у вас все работает посмотрите пакеты ходят все нормально а вы по вымывая ответ скажете вот смотрите я захожу на сайт а гугла она не заходит на сайт вот что мы сейчас будем делать во первых давайте вспомним как вообще у нас настраиваться то что называется выход в интернет на всех наших виртуалов мы можем просто настроить dhcp динамик хост конфигуринг протокол на интерфейсе этаж 0 и нам virtual box выдаст соответствующие настройки на этом интерфейсе а если мы еще добавим api forward есть то такая машина будет еще маршрутизатором работать вот давайте это сделаем заодно посмотрим одну волшебную штуку сейчас давайте что у нас есть ой что это было а вот это насет поудалять из прошлой лекции осталось срв нет значит заодно посмотрим как каковы особенности использования dhcp в случае в когда dhcp клиент запускается специальные составы systemd network d сейчас он загрузится мы вот эту настройку посмотрим и посмотрим чем отличается такая настройка от того ситуации когда мы делали руками dhcp cd что нам приносил dhcp cd значит прям вот д нетворк ну скажем 20 дефолт . нетворк вот тупо скопируем туда вот эту вот вот то что тут написано вот это вот по моим предположениям это должно настроить этаж 0 на использование dhcp поэтому dhcp будут получены всевозможные настройки от маршрутизатор по умолчанию и 5 адреса до адреса dns сервера и при прочих равных адрес dns сервер никуда не попадет потому что соответствующая служба систем для которая этим занимается у нас не запущена вот давайте попробуем систем котель рестарт систем д нетворк д д д давайте посмотрим значит вот адрес мы получили маршрут по умолчанию мы получили dns мы не получили resolve conf пустой вот хотя его его dns нам активно скармливал значит сервер вот просто его некуда был прописать вот обратите внимание на вот эту таблицу маршрутизации нет ли в ней чего-то такого неожиданного внизу какой-то странный роут да вот эта вот штука это понятно что за штука до дефолт сеть адрес машины с той стороны и вообще непонятная вещь какая-то вот эта непонятная вещь это произвол dhcp клиента за счет из состава систем д нетворк д который борется с такой штукой под названием russian vpn про russian vpn я вам расскажу когда будем говорить про vpn вот смысл следующем на всякий случай эта настройка не приезжает по dhcp то есть это не то что приезжает нам от сервера но на всякий случай отдельно записываются в стране в таблицу маршрутизации запись вида хост-хост dns сервера вот эта штука на самом деле dns сервер мы этого еще не знаем потому что соответствующую настройку никто не подцепил вот но я вангую что если мы сейчас за эти спидом пим протокол протокол бут по которому dhcp присылает конфиге то мы увидим что именно вот этот 10 301 именно в составе 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 dns сервера и приходит вот мы сейчас скажем что нибудь tcp дамп какой-нибудь минус и этаж 0 где-то h 0 я сказал порт бут п ну скажем с это значит нам будут ответы от сервера только бут с бут п с бут по сервер вот минус вы еще надо сказать секунду минус в и минусом тоже вот смотрите вот я за перезапустил не торг да естественно он заново считал считал настройки нашего который присылает нам бут по сервер вот значит давайте посмотрим что он нам рассказал у нас есть какой-то сервер айпи 10 0 2 4 который нам рассказал что наш айпи 10 0 2 15 вот этот 10 0 2 4 обратите внимание на другой сервер 10 24 дхцп сервер не существующий встроенный прямо в мозг виртулбокса а машетизатор вот и да вот моя моя значит это самое моё вангование оправдалось домен ним сервер 10 301 доменное имя нашего домена c саму сур вот вот эти настройки по идее должны были попасть к нашей службе который будет заниматься резолвингом имен преобразовывать значит настраивать где у нас дэна сервер вот это все эту службу не запустили однако системы дни твард на всякий случай прокинул еще маршрут по умолчанию до нашего днс сервера руками вот если мы запустили дхцп цд мы конечно этого не увидели потому что это все такой произвол да это такой костыль который позволяет бороться с некоторыми известными дурацкими ситуациями про которым мы поговорим когда бы говорить про vpn и вообще про туннелирование такие дела значит ну вот раз уж пошло пошел разговор про днс давайте поговорим про днс значит в чем проблема идентификации хостов в интернете по ip адресам их три этих проблемы проблемы первых невозможно запомнить а пи адреса запомнить нельзя я знаю только наизусть только айпи адреса типа 8 8 8 8 11 11 и 158 250 10 1 это адрес который нам был выделен сетью мысу нет для единственно адрес факультетский который был выделен сетью мысу нет на котором был сервер и я этот сервер отменил 10 лет поэтому я помню этот адрес вот а значит нет 658 250 10 1 запомнить нельзя поэтому хотелось бы иметь некоторые соответствия возможно неоднозначное между айпи адресами и именами причем в обе стороны неоднозначно у одного и того же хвоста может быть много опять адресов и наоборот да значит один тот же ip адрес может разрезовываться в разные разные доменные имена чтобы потом вы на основании домена домена имени понимать какие-то решения вот вторая проблема топологическая доменные имена как в те которые мы знаем они раздаются сообразно администрированию какого-то сообразно тому кто за них отвечает а вот айпи адреса раздается сообразно тому как сети друг друга воткнуты помните вот когда мы говорили про мусультизацию вот насчет общая система общая среда передачи данных это значит что ethernet что маг эти самые обе адреса там будут из одной локальной под сети две разных среда передачи данных подключенные друг другу значит там будут разные подсети короче говоря айпи адреса сетей и адрес и абонентов в них зависит от того какая топология реально кто с кем связан кто куда входит а доменные имена того кому он принадлежат кто за них отвечает вот ну и более того на самом деле мы без какого-то дополнительного дополнительной базы данных вообще не можем понять кому принадлежит конкретный айпи адрес то по айпи адресу довольно сложно узнать его хозяина то есть можно узнать но для этого нужно прям специально у кого-то там запрашивать а вот вот кто регистрировал эти айпи адреса вот а нам собственно нужно знать скорее не это не конкретный айпи адрес а кому придет такая машина вот поэтому с очень давних пор значит очень давних пор придумали держать такую базу данных преобразования доменных имен в айпи адреса такая база данных локально лежит в холите c хост вот туда можно чем вписать да вот у нас ну что-нибудь неважно что какой-нибудь какую-нибудь ерунду вот там ничего нету кроме значит настроек вот это айпи в 6 про которым мы в этом семестре не говорим потому что просто не успели ну не успели бы да давайте мы туда в объем предположить на адрес нашего не знаю сер вот и срв и срв так насчет 10901 срв не знаю церкви с ним сумасуру не надо какой хрень local домен и просто срв вот ну и соответственно 10902 наверное ну ладно допускай будет хотя бы так а давайте сделаем даже не так а а вот их пять штук будет до хвост 2 3 4 там еще эта штука пригодится поэтому пускай будет 5 ну вот хост 2 он говорит что некуда нам пингать почему 10 511 чё нам кто-то разрезал хост 2 смотрите а как ну-ка нет а я ничего не понимаю слово хост 2 но ему ему слишком понравилось да а слушай я кажется знаю я кажется знаю не знаю суши я не знаю кто разрезал ну дайте не хост 2 назовем господи клиент 2 ну да дождь бы дождь быть какой-то ой лук 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 да шеш такая елки палки ну хорошо так нормально local client 6 никого не интересует local клиент 6 أ Пробуем Не, все равно Кто-то А, все Я плохо прочитал Он отлично разрезовывался Вот 10.9.0.2, все нормально Это нам просто маршрутизатор отвечает Говорит, я не буду вам ваши пинки До 10.9 Делать packet-фильтры Потому что это внутренний адрес Нам какой-то внешний маршрутизатор Говорит, что он не будет нам Эти пинки отправлять, вот и все Нам по CMP приходит ответ, что мы не будем Это пингать наружу Потому что у нас Еще ничего не настроено Все, извините, все хорошо Окей, DNS Но это не DNS, конечно, это же просто Какая-то табличка Какая-то табличка В этом самом Есть еще один вариант Который мы посмотрим в конце лекции Он называется ZeroConf или Avahi Это Когда хосты договариваются сами О том, как они называются Без каких-то дополнительных серверов Поэтому он ZeroConf Ват То есть они локально анонсируют собственные имена Собственные IP-адреса И есть некий протокол, как группа хостов в локальной сети Может договориться о том Какие у кого IP-адреса Чтобы друг другу не мешать Вот Но мы, естественно Ну, про это мы и посмотрим Про анонсы Но давайте сначала поговорим, собственно, про DNS Значит, ну Мне, наверное, на этой лекции Не нужно рассказывать Всю теорию про DNS Так сказать Базовую Что Есть корневые Корневые домены Которые соответствуют Странам И Всяким другим Этим самым Сейчас Это корневые сервера Нам нужны корневые домены Как это называется-то Ну И организациям Типа .ru Это страна Или там .en Это тоже страна Или .org И это, значит Некоммерческая организация Или .info Или . Там много-много-много Их одно время было довольно мало А потом их сделали довольно много разных Вот Вот домен верхнего уровня Это называется Вот Что такое Что так они придумают люди Говорят, что их 1226 штук Таких доменов верхнего уровня Вот Ну их правда очень много Ну вот В этом домене есть поддомены То есть Что-то типа Вот Есть домен.ru А есть домены.ru А есть домен.cs.mr с уру это под домен домена миссуру и так далее и смысл разделение вот этих самых штук на домены чисто административный dns-сервер который занимается преобразованием адресов доменных у него в адреса принадлежит какой-то компании этой же компании но или организации или человеку неважно кому-то зарегистрированному это же этому же человеку принадлежит и право превращать доменные имена в его домене в айпи адреса и не только в айпи адреса потому что в в dns может храниться что угодно это фактически такая база данных в которой есть запись не только про адреса а но и про другие на им сервера про почтовые сервера алиасы всякие и так далее и так далее и так далее вот записей в dns и помимо соответственно айпи адреса доменом имени может быть довольно много вот тут вот в википедии ведь изрядное их количество может быть вот вплоть до того что есть специально да например записи срв про которую мы будем немножко сегодня говорить который анонсирует сервисы на данном домене вплоть до того что и запись типа txt в которой можно хранить вообще что угодно в файлах настройки dns сервера то есть сервис надо настроить более того приличные толстые сервера они имеют довольно развесистые сложные файлы настройки мы про это сегодня говорить просто не будем не успеем вот руль 50 правил 53 все все на свете можно про все на свете можно можно записать в dns вот например такие вещи можно хранить dns понимаете то есть ну ну правда значит просто потому что я могу да просто потому что я могу совершенно справедливо значит запись вида текст и может хранить что угодно вот помимо трансляции имен в айпи адресах нас еще интересует так называемые бэк резолвинг это трансляция айпи адресов в имена вспоминаем утверждение номер один что вообще вообще доменные системы придумали кстати правильное ударение в этом слове домен а а оказывается а домен от наш с вами жаргон вот это знаете это берет свою основу в исторических всяких вещах домен это владение феодала вот и фишка в том что владение феодала распространяется на его собственное владение но не распространяется ни наверх ни вниз так сказать вассал моего вассала не мой вассал то есть человек отвечает за то что происходит в его домене но не отвечает за то что происходит у его подчиненных ну или наоборот за то что значит над ним творится все-таки домен да ну хорошо пускай будет домен я тоже привык домен где-то я вычитал что домен возможно я не прав вот соответственно соответственно именно так и устроено административное разделение по людям которые собственно занимаются доменами например домен ру это общероссийский домен корневой домен и мысуру домен всего московского университета домен цс и мысуру домен нашего факультета который почему-то назван цс хотя он не компьютер сайенс а вовсе вычлете математики кибернетика cnc вот кстати cnc мсуру тоже входит вот да ну там сразу это просто это просто алиас совершенно справедливо вот чтобы проиллюстрировать ситуацию да значит для разрешения для разрешения вот этих запросов из командной строки можно пользоваться утилитой ding вот которая входит в пакет bind utils по крайней мере он так называется в альте утилита ding она довольно развесистая она умеет вот вот столько всего вот и в частности мы можем сказать dig ну не знаю там вв.ru и от 10 301 о сходили куда им сервер он говорит смотрите вот все что мы знаем про запись типа а а по умолчанию типа а адрес про вв.ру вот тут меня спрашивают можно ли мне задать какой-то вопрос если вопрос не по сегодняшней теме попробуйте задать его просто в наш чатик в телеграммный там много народу вам ответят потому что прямо сейчас на лекции я все равно вам на него не отвечу если он не вне по теме сегодняшней лекции вот так вот смотрите тут довольно много чего написано например написано кто нам ответил сервер нам ответил 10 301 когда вопрос авторитарный лето сервер нет нам ответил сервер который не отвечает за домен вв.ру видимо это был какая-то была из кэша поднята вот где-то еще со а ну да соответственно слова тут нету вот вот это все комментарии вот это два ответа обратите внимание у сайта вв.ру два разных айпи адреса существенно все остальное тоже комментарии ну вот мы можем поступить обратно мы можем сказать dig минус x это вызов бэк резолвинга и спросить а какую какому доменному имя соответствует айпи адрес на только сказать на каком сервере мы хотим это делать какому доменному имя соответствует айпи адрес 10 104 21 6 форма у а это со статус стоит авторите что нам отвечает наш 10 301 будет а я не знаю но за 104 21 отвечает вот такой вот на им сервер спросите у него сами такие дела ну вот давайте мы тогда спросим что полегче 158 250 10 1 между прочим это то самое то самое число которое я помню обратите внимание на то какому домену с точки зрения back resolving зоны принадлежит этот адрес на минусу кажется больше не существующим вот то есть административная страна не существует а домен остался домен как бы остался да то есть административный контроль над доменом и преобразованием о доменных адресов в айпи адреса и контроль над обратным преобразованием может быть даже у разных людей есть вот такая вот схема как передоверить back resolving к тому же тому же провайдеру который проводит и значит обычный resolving но она такая хитрая вот обратите так же также внимание как вообще устроен back resolving в действительности это запись вида айпи адрес задом наперед в зоне in order . арпа да вот почему задом наперед ну понятно почему потому что потому что если мы хотим знать кто отвечает за всю сеть 120 158 слэш 8 то мы делаем вот такую штуку чтобы чтобы вложенность доменов была в правильную сторону вот ну вот так что вот вам ванам иллюстрация значит что этими записями явно занимаются разные люди давать есть такая штука называемый корневые сервера dns это сервера которые отвечают на вообще вообще говоря на запросы вида а какие вообще dns сервера на свете существует от других домен то есть по большому счету они должны только отвечать на вот эти вот 1000 корневых доменов записями типа нс да мы можем смотреть да 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 но он не является корневым нет 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 корневые сервера это именно мы сейчас на них посмотрим 4 восьмерки это другое это акселератор такой но не является корневым давайте попробуем другой тип записи выдавить из из вот отсюда до минус ты нс о он говорит смотрите на им сервером для ввру является вот такая вот машинка на квалфлайр давайте тогда вместо ввру посмотрим мы не знают cс и мысуру вот ним сервером для cс и мысуру является нас 3 cс и мысуру и нас 4 cс и мысуру вашего 10 303 10 304 так нам видно изнутри понятное дело что снаружи будет все по-другому вот ну да неважно этот тип и нас там можно и мыс посмотреть кто является почтовым сервером вот пожалуйста им аптс и мысуру вот с приоритетом 10 такая база данных значит вот по корневыми серверами вот они все перечислены их на сегодняшний день 12 штук или 13 13 получается вот вот их айпи адреса а пиво 4 пиво 6 справа значит кто ими занимается какие конкретно какие конкретно организации значит отвечают за эти корневые сервера вот у них есть реплики то есть локальные кэширующие для там ну чтобы далеко не ходить чтобы каждый раз не ходить за корневым сервером куда-то вот вот сюда вот да вот корневых серверов в основном всяких таких вот fk и и есть реплики которые значит просто ближе лежат по трассе вот их задача отвечать на вопросы очень простого вида кто является на им сервером для такой-то зоны все причем можно даже сказать кто является для моим 1 сервером для зону ru и послать всех остальных куда подальше со словами на все остальные запросы я не отвечаю кстати дайте попробуем это сделать могут чувак за зону ru отвечает вот такие dns сервера иди спрашиваю них все четко про остальное не знаю и знать не желаю я вассал моего вассал не мой вассал вот теперь значит что касается 8 8 8 1 1 1 9 9 9 кстати это ускорители идея стоит в том что а есть очень толстой компании типа cloudflare 1 1 1 или google 8 8 8 9 9 9 9 кажется тоже google которые говорят мы настолько толстые что даже если вы все будете всем миром обращаться к нам и к нашим ним сервером мы вас все равно обеспечим ответом а клаус лари еще добавляет в течение fix-ном тайм за который мы тоже отвечаем как это делается это делается так что практически во всех дата центрах крупных дата центрах практически всех стран существуют машинки которые называют себя 8 8 8 1 1 1 и когда вы обращаетесь к нему на самом деле вы не обращайтесь какому-то безумно огромному кластеру днс серверов где-то там в недрах штата невада ничего подобного он довольно близко лежит этот 111 или 8 8 8 довольно близко лежит к вам давайте кстати просмотрим ну я бы сказал что не близко а вот он близко вот значит условно близко ну если мы знаем ее ip адрес и у нее нет таких вот четких реплик туда вот собственно эти этим я и занимался когда делал вот так но понятное дело мы не можем если у нас нету специального способа аутентификации с помощью которой мы проверяем что это именно тот сервер а не какой-то его кэш здесь ну как вы можете по мак-адресу отправить на кадр не существует короче нет такой возможности нет вас понятное дело что все это делается значит помимо таких вещей как присутствие в дата центрах чего-то что отвечает на запросы 8 8 8 1 1 1 1 9 9 есть еще заложенная прямо в dns протокол ускорители это кэширование дублирования значит кэширование это то что мы с вами уже видели когда мы сходили к серверу 10 301 про не знаю комик яру он нам ответил ответил нам 10 301 что знает адрес почтовый сервер яру что вот ммк яндекс ру вот при этом скорее всего у него это было уже в кэше он уже знал этот ответ и в течение некоторого времени где-то здесь должно быть время жизни не вижу вот нет это идентификатор вот видимо здесь вот дать попробуем да ведь она уменьшается вот это поле это время жизни в течение вот этого времени видимо в секундах нет ни в секунду ада в секундах в течение этого время видимо в секундах гарантируется что адрес этот не поменяется ее не нужно будет удалять из кэша то есть ответ на этот запрос может быть в порезе вполне себе не авторит не авторитетный да мы спросили у нашего сервера который 10 301 а он нам ответил на вопрос кто является мысом для для яндекс ру вот через по истечении вот этого времени кэш очищается и он приходится обновлять вот второй способ увеличение быстродействия dns это авторитетное дублирование как правило у любых у любых давайте нс приличных доменов есть несколько name серверов и вот вот например у яндекс ру их 2 причем они давайте попробуем попробуем проверить что у них за адреса такие нас 2 яндекс ру это 93 158 103 41 и нас один x яндекс ру это внезапно совершенно другой адрес то есть топология с помощью которой мы добираемся до 1 5 адреса до другого может быть вполне себе разные две разные автономные системы мне кажется даже вот то есть идея стоит в том что даже авторитарных авторитетных серверов за данный домен несколько если один свалился работает 2 вот если упали оба некоторое время работают кэши а потом все встает колом вот главная фишка введение таких штук это чтобы любой запрос к яндекс ру не приводил к конкретному одному name сервера давать скорее всего у вас самые популярные доменные имена давным-давно засели в ваших локальных на им серверах и отлично работа как мы с вами уже видели в линуксе есть статическая таблица резолвинга имен не резолвинга а статическая таблица указания кто является dns сервером называется и tc resolve conf в нашем случае она все еще пустая но мы с вами кажется настраивали уже dns вписывали туда name сервер там 10 301 она начинала работать вот или 888 смотрите вот сейчас она не работает дик потому что у нас на им сервер не указан а если вписать то начинает работать ходить к этому самому 8 8 8 8 проблема стактической таблицы маршрутизации таблицы не маршрутизация резолвинга состоит в следующем и в случае если мы ходим из сети в сеть настраиваем новую сеть что какие-то конфиге получаем кто должен своими грязными пальцами лезть прямо в этот файл и там менять настройки ответ случае линукса кто угодно реально очень много сервисов так устроено что они пальцами оправит резолвком через некоторое время людей это за 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 замучила и они изобрели специальный сервис по исправлению сервисов который называется рисун в ков в одно слово вот идея стоит в том что если вы хотите поправить таблицу resolve.conf вы дергаете программу resolve.conf она смотрит на все разные способы получения данных в resolve.conf в разных местах их агрегирует и складывает и не нужно самому в этот файл лезть чтобы значит не не мучиться перегенерирует статический файл идея перегенерирует статический файл она конечно хороша была особенно лет там много назад когда такие настройки как мушки как dns менялись очень редко но в нашем случае конечно хочется иметь ну более динамическое пространство имен в котором бы вот мы сходили там по какому специальную api там get host войны он там в жук-жук чет подергал и вам вернула ip адрес не глядя вот в эти статические таблицы куда-нибудь вот в линуксе есть такой механизм он называется ns switch вот в котором переписана он занимается резонгом не только имен в смысле не только доменных имен и не столько даже доменных имен а вообще резонгом всего чего угодно строков во все что угодно числовое в котором перечислено какие источники для того чтобы преобразовать имена в числа используется в системе и к этому написан один общий один общий api чтобы можно было вот прям вот каким-нибудь гетентом а вот ну кстати совершенно неправильно о вот видите значит а а вот значит этот самый гетент как видите умеет ходить файлы это захочет это явно запись файлы это захочет и еще куда-то вот такой файл в записи ведь с хост не было нет не было вот я правда удалил 2.1 но там не было все равно слова и сервей это это из каких-то я из каких-то глубин ядра вы на внук штука вот смотрите на самом деле все просто есть файлы со свинч . com в котором описано откуда берутся разные текстовые данные например ну не знаю файл по свд можно брать из файла то есть не тц по свд и со товарища там и c и тц шеду или в случае альта и ctcb и вот шеду вот и систем дыр который тоже умеет предоставлять какую-то свою информацию про пользователей если у вас например здесь есть какой-то лдап сюда же пишется лдап прямо сюда нсс чего-то там такое вот так вот что касается хост сов то как видите в наших настройках туда напихано сразу все файл это собственно и тца хост мой хостным это то чего ядро думает про собственный хостным то есть команда хостным именно она нам выдала вот эту запись мультикат днс это тот самый анонс по авахи и просто днс вот в таком порядке просматриваются различные пространство имен в которых может быть преобразование имени хостов айпи адрес вот и вот 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 именно в этом и и соответственно откуда пришло оттуда и попадает к к этому либо нсс свечу пишутся соответствующие плагины скажем вот этот м днс минимал это не внутренние свойства линукса это прям вот специальный плагин который так и называется нсс свеч м4 чего-то там вот ну неважно как видите в этом механизме все еще нету ничего про системы здесь есть а здесь нет дело в том что системы придумали свой собственный api для резолвинга они так часто делают вот и свой собственный демон для резолвинга который называется системе д резолвы д вот которому надо по этому самому своему собственному а пи ходить и он вам все расскажет все разрезал вид вот он даже может сходить к нсс свечу в случае чего короче говоря ну как обычно да они решили что они лучше решат эту задачу и отчасти они и действительно решили лучше отчасти конечно они немножко все сложны вот давайте мы его этот самый резолв д запустим вот значит обратите внимание на то что систем к тэй и не был означает что мы разрешаем запуск этого сервиса при старте ну точнее при при смене уровня выполнения а минус минус снова значит и еще и сейчас запустить запустили вот он нам пишет что нужно сделать для того чтобы навсегда включить запуск от сервиса при старте вот теперь мы можем сказать резолв ктэль например и нам расскажут что dns-сервер 888 дефолт-рут кстати он еще знает он умеет эти дефолт-руты тоже распространять получено все ну короче вот посмотрим что он в резолв конве лежит без циризу в комф обратите внимание на то что он не стал трогать нашу запись 888 но вписал оттуда запись 1031 к откуда он ее взял а это то самое что было получено по dhcp если мы сейчас вообще удалим резолв конв ну сначала надо остановить резолв т потом сделать вот так вот если его вообще удалить она может и не пересоздать он сказать о так вы не пользуетесь стандартным резолвером вы пользуетесь нашим систем дэшным но я не буду вам резолв конс создавать вот у нас есть пустой резолв конс нерабочий нерабочий запускаем резолв д заработало почему потому что резолв д при старте видеть что он сделал он его создал этот самый резолв конв пальцами такие дела вот этот самый системный резолв д он сейчас работающий к нему есть значит специальная программа резолв к теле его управление которому трогать особо не будем вот давайте посмотрим действительно вот он он оказывается умеет слушать на пятьдесят третьем порту правда в очень специфическом месте он умеет работать dns сервером но очень-очень неполноценным и поэтому по умолчанию он стыдливо смотрит слушает это во-первых только на лубэк интерфейсе причем лубэк интерфейсе с адресом 128 0053 вот может быть вы не знали а у лубэков 127 127 001 может быть сколько угодно но 02003 они все будут считаться лубэками этот 127 0053 если мы скажем вот так вот dig все тот же вв точка ру от 127 0053 то он внезапно сходит вот к этому самому резул в д который на этом порту слушает и нам ведь все все как надо разрезаловал вот то есть фактически это такой кэширующий dns-сервер только он как dns-сервер слабо доступен он доступен только через api типа вот такого резул в ктл куэри ну все тот же ввру смотрите какая красота вот вам ip адрес в пиво 4 и пиво 6 и ничего лишнего двадцать запрос не аутентифицированный запрос не сшифрованный взяты с кэш вот ну вот теперь значит относительно того как какой бывает софт помимо помимо значит вот этого резул в д мы с вами будем заниматься резул в д потому что он самый простой в 2002 году вместо него мы используем dns mask вот он существует но в общем dns mask я решил оставить в покое он странненький я там несколько раз споткнулся что там за анекдоты двадцать втором году на нет 22 2022 год вы уже были неправда в двадцать втором году и меня еще него не нет до 2022 конечно вот да это было два года назад ну вот без используется dns mask значит самый крупный толстый сервер называется бинт его делает конторы под названием интернет систем консорциум мысль с ней еще встретимся сегодня в разговоре вот и она держит чуть ли не половину всех серверов иногда значит в сотрудничестве с некоторым другими товарищами вот следующий по размеру называется нсд которые делают в голландии вот какие-то голландцы и нальнет лапс вот и кнот кажется делают чехи да точно и кнот делают чехи вот они держат только три сервера но еще два года назад их был то их был ровно один который не держали вот этот самый к от слова кнот вот ну вот значит есть еще не свободность это все свободные сервера они они как бы распространяются под гпл и мы их можно использовать кем угодно есть еще не свободный сервер от этого самого amazon что ли но я про них не упомянул потому что мы их не можем никуда поставить вот наиболее популярная уже говорю бинт бинт это скорее всего то что вы увидите в качестве днс сервера если это не мелкий 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 днс сервер в какой-нибудь конторе мелкая же тогда это скорее все будет как раз днс маск вот но в действительности их довольно много днс серверов в том числе встроенные во всякие железяки типа циски в том числе микрософтовский днс сервер он тоже существует и так далее так далее вот давайте мы с вами преобразуем наш системе резолф д в настоящий днс сервер конечно же он будет не настоящий но для наших с вами целей более чем достаточно того факта что он будет отвечать на запросы в том числе на рекурсивные и как-то работать кстати относительно рекурсивных нерекурсивных запросов я кажется забыл рассказать помните когда мы сходили дигом к корневому серверу он не стал нам отвечать на вопрос он не стал нам отвечать на вопрос кто являет какой ip адрес у конкретного у конкретного доменного имени он настолько послал к тому серверу который отвечает за зону ру если мы сейчас сходим вот сюда к серверу который отвечает за зону ру скорее всего мы от и получим не вопрос кто отвечает за цеса мусу ру ответ ответ кто отвечает за зону мусу ру спросите у них и вот уже у сервера который отвечает за зону и унесу мусу ру мы поручим получим правильный ответ вот он видите почему так в силу той самой доменности люди которые допустим отвечают за мусу ру за всю сеть университета не имеет никакого понятия нет они имеют они уже имеют хотя это не авторизованный ответ на самом деле авторизованный ответ вот отсюда надо было искать вот ну вот значит они имеют потому что они авторе у них у них у них лежит копия вот а так то не имеют ну то есть короче говоря люди которые отвечают за всю зону ру точно не могут ответить вам на вопрос кто является почтовым сервисом мусору сходите к тому человеку который заполнял эту таблицу а именно к администратору цс мусору вот соответственно почему же ответ на этот вопрос допустим допустим ну не знаю какой двухуровневый домен кто может придумать какой-нибудь интересный кроме цс мусору кроме цс мусору но неважно неважно какой да но неважно какой это неважно 20 процент почему на то и ответ на этот вопрос корневой сервер не выдает а наш с вами сервер выдает а он выдает что такого нету да он говорит что нет такого ну ладно не сиди ромку в общем вы меня поняли вот потому что существует два вида запросов рекурсивные прямые прямой запрос это когда вы обращаетесь к серверу за данными относительно его собственного домена и он ему отвечает да вот в моем домене есть такие адреса рекурсивный запрос и когда вы обращаетесь к серверу за данными из какого-то другого домена и он вам вправе ответить я не знаю обратитесь к хозяину или вообще вас послать если вы сами не из его домена ходить а может сжалится и самостоятельно не 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 трогая вас опросить все эти домены сходить к корневому сходить к ру сходить мусору сходить к сс мусору и только после этого получив ответ ответить вам вот это второй называется рекурсивный запрос это последствия прямых запросов по всем доменам сначала вверх потом вниз то есть он сначала спросит у соседа нет ли у него в кэше потом чуть повыше потом в конце концов доберется до корневого сервера из него выйдет до сервера и мусору до сервера и мусору вот понятное дело что же если бы все на свете сервера днс отвечали на такие рекурсивные запросы то их можно было бы все положить хороший хороший атака вот поэтому как правило рекурсивные запросы разрешены только своим клиентам например как нашим да изначально опрашивать все ну собственно он как опрашивает он ходит вот он получает вот такой запрос и получает вот такой вот развернутый ответ я не знаю сходи к тому да он ходит к тому просто если бы все сервера так делали то вот эти рекурсивные запросы которые из одного превращаются в десятки они мы просто их все перегрузили поэтому такие вещи делают только наш наш сервер которому который нам разрешил это делать это вот факультетский сервер 1031 это собственно nscs и мусору вот и все ну вот значит возвращаясь к нашим баран да давайте сделаем значит из системы резолв д полноценный сервер что для этого нужно сделать для этого надо выключить вот эту вот его стыдливые прослушивание прослушивание на 53 порту хоста 127 053 потому что это конечно ну вот и вместо этого включить чтобы он слушал на адресе 0 0 0 ну то есть на всех вот внезапно совершенно за бесплатно мы получаем дешевую пластиковую имитацию настоящего dns сервера то есть на нашей машине давайте скажем restart вот на нашей машине внезапно прямо на пятьдесят третьем порту начинает слушать вот к ней можно обращаться как dns серверу ее можно положить регурсированными запросами в ноль но это уже другой разговор да то есть внутри нашей сети она же будет работать вот такая вот вещь чем еще хорош хороша хороша эта штука давайте попробуем dig 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 это был гид гид гиг ну что там а сервел около домен и от какой у нас там адрес 10901 чё а у нет у нас 10901 есть 10 10 10 0 2 15 смотрите-ка он даже сумел сходить к хост су то есть наш этот резолв д систем дешний он же может получать информацию о бы превращение имен в адреса не только из по протоколу дунас мы скажем из файл хост он же умеет и в авахе ходить ну короче он много чего умеет давать в частности он у сходил к нам в локал хост ведь и узнал что и сорвала колдами на 10901 который кстати у нас еще даже не настроен дать кстати у настроим да что там матч спрашивают лучше не использовать в качестве dns сервер систем д вообще говоря нет да не был не предназначен для использования в качестве dns сервера никто не знает как он себя пойдет под нагрузкой и вот это все да и просто в нашем случае это самый простой способ сделать dns вы можете использовать как кстати как dns сервер если вы уверены что к вам никто не придет снаружи не устроит вам большой ай-яй-яй вот тогда конечно можно почему нет он же работает это было слово этаж так нетворк адрес 10 9 0 0 1 слэш 24 давайте попробуем но мне кажется что сейчас все будет хорошо вот это что было а у нас теперь дам там до сих пор висит вот кстати по аналогу с всего всевозможных ктл есть еще утилитка нетворк ктл который может показать различное состояние сети вот например вот вот видите какая красивая штука вот значит ну вот теперь у нас даже все на месте смотрите это вот один из таких возможных случаев хотя конечно же если вы будете заниматься администрированием вы будете настраивать не не творога не не систем д резов да да какой-нибудь такой толстый толстый dns сервер вот который умеет все и вот это вот но вот в нашем случае он работает и теперь относительно 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 dhcp во первых есть если мы успеем мы это еще раз посмотрим в конце в конце лекции в конце лекции про анонсирование службы про вахи есть протокол который позволяет настроить автоматические интерфейсы и вообще ситуация zero configuration когда у вас нету нету ничего никаких серверов вот используется понятие link local адрес который выбирается из нужных вот из такого диапазона 158 254 16 вот и дальше они пока по по специальному формату используя используя широковещательная адресацию мультикастовую друг с другом договариваются как значит эти самые ip адреса друг с другом друг с другом перераспределить и кое-какие другие параметры они тоже там как-то между собой шарит я в этом не очень разбираюсь чуть-чуть мы на это посмотрим в конце как обычно нетворк дэв это умеет вот для этого надо включить вот такую штуку link local адресинг вот но она кажется по умолчанию уже включена она выключена только если там что-то с бриджом чтобы не загаживать этот бридж вот этими анонсами вот но самая главная фишка в dhcp это даже не то что он ip адреса раздает а то что он позволяет вообще говоря по вполне стандартному прикладному протоколу настроить дикое количество параметров их просто очень много сейчас мы попробуем сходить в википедию вот и там будет таблица о видали и это далеко не все вот вот она это далеко не все нет антон сейчас у нас в resolve конф лежит то что пришло под dhcp я думаю что 10 301 вот 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 10 301 вот но мы можем кстати сделать до 127 001 для этого нам надо правда как-то сказать dhcp чтобы она не не это самое не настраивала эту этот параметр мы живу под быть цепи настроили нам уже приехал внешний на им сервер вот значит ну вот вот помимо ip адреса можно настроить dns маршрутизатор адрес сетевой загрузки этот протокол раньше назывался бутпп протокол сетевой загрузки адрес монтирования по сети сетевой файловой системы чтобы оттуда значит загрузить оставшиеся сервисы и туча всего вот просто вот очень много всего 20 сам протокол довольно сложный потому что он рассчитан на использование нескольких dhcp серверов одной локальной сети они там друг с другом дерутся вот кроме того динамическая конфигурация имеет свои фоллбеки а когда например отзывать конфигурацию человек получил ip адрес когда он его отдаст и наоборот человек получил ip адрес и раз пять минут его обновляет хорошо бы чтоб через пять минут он не получил другой ip адрес потому что он вообще-то с ним там цепи соединения были установлены в это время то есть нужно как-то делать такое понятие лис то есть мы говорим вот вот тому чуваку на пять минут выдан ip адрес но у нас если он попросит еще раз через пять минут то мы опять выдадим тот же ну чтобы трешинга не возникало вот в общем сложно как обычно чемпионами в dhcp сервисе являются интернет сервис консорциум у них да есть даже два разных dhcp сервера старый и новый один называется dhcp другой kia вот хотя в общем это одно и то же надо сказать что сами ребята из интернет сервис консорциум это те еще программисты у меня в жизни был с ними опыт взаимодействия я там увидел что у них в коде есть много стр цепы y стр цепы y карл знаете да функция такая есть все которые а произвольную строку в произвольное место в памяти копирует вот любого размера вот я значит запачил это все поменял на стр цепы y прислал им патч сет они мне говорят чувак мы тут каждый твой вот акт проверили там нигде не будет переполнение буфера мамы клянемся поэтому мы не примем твой патч сет вот интересные ребята но надо сказать очень крутые в смысле вот они действительно лидеры в этом в этом плане в мире вот они вот так вот это делают вот еще большой dhcp сервер входит состав фри радиус это из свободных разумеется во всякие циски прочие microsoft он тоже входит вот есть dns mask есть dhcp который вообще ходит в состав бизи бокса именно на нем делаются все вот эти мыльницы домашние маршрутизаторы значит вот это все вот есть dhcp сервер написанный на питоне я тут узнал вот причем он даже развивается там чувак что то делает да и как обычно systemd networkd тоже умеет немножко вводить dhcp сервис вот как обычно вот вот давайте его на попробуем настроить настроиться настраивается он так на том интерфейсе на котором мы хотим раздавать это дело видимо вот на этом мы будем говорить что вот у нас есть адрес 10901 а давайте мы еще там включим dhcp сервер и сам этот dhcp сервер сейчас мы настроим что мы будем в нем предлагать во первых надо сказать с какого места начинается если есть сеть 10901 то нам надо сказать в каком диапазоне в каком диапазоне эти адреса раздаются зачем дизайнеры сделали вот так вот я не знаю но идея стоит в том что адреса будет раздает будет раздаваться начиная с кажется 109011 1213 и так далее вот количество ну допустим пять штук да вот тут вот раздаются крики систем дэна виллы при всей моей всем нам неоднозначном отношении к системе это действительно самый простой способ вот если бы я вообще рассказывал как бинт настраивать то минимум ушла бы на это лекция если не две понимаете поэтому вот вот а вот дальше надо сейчас какую-нибудь фигню сделать это не совсем правильно dns dns тут не ну давайте мы у себя отдадим мы же у нас мы же мы можем работать dns сервером попробуем 10901 а вот вот значит dhcp сервер так попробуем тогда значит настроить настроить ща а его нету понятно так значит что делаем создаем ну она будет называться роутер хотя кажется у нас следующего роутера не будет ладно назовем клиент клиент у него будет int нет сеть и больше нам ничего не нужно вот вот так значит предположительно после того как у нас запустился запустился dns ddcp сервер а кстати давайте посмотрим а вот он да сейчас уберем n вот он boot ps это порт какой получается boot ps 53 53 или 53 55 не помню сейчас сейчас узнаем вот 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 тот самый тот самый тот самый протокол boot p по которому dhcp собственно получать настройки вот вот она запустился сервер предположительно с клиента мы сейчас это этим всем можем воспользоваться давайте это сделаем то есть фактически нам прям надо сдублировать вот это ну ладно можно руками набрать значит d network что там 50 дефолт ну или давайте для для int нет да нет 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 work так значит дефолт нет матч name равняется этаж 1 напоминаю кстати что в реал лайфе как правило здесь пишется не это айпи а мак адрес равняется такой-то мак адрес то что имена ваш интерфейс может быть самые удивительные вот а нетворк очень простой dhcp равняется ipv4 предположительно этого должно быть достаточно потому что у нас есть dhcp сервер в этой сети и он должен ей ответить пробуем сум и и и и и А ResolveConf нам приехал. А ResolveConf не приехал, потому что мы что не сделали? Мы не запустили Resolve-D. Опа! Все приехало. Достаточно было поднять эти сервисы, и все, все заработало. Ну-ка, давайте посмотрим, а заработает ли нам какой-нибудь, не знаю, ping.vv.ru. Смотрите, DNS у нас работает уже. Правда, ping.vv.ru не работает. Знаете почему? Правильно, у нас нету НАТО еще в конце. Совершенно справедливо. Более того, я так думаю, что у нас даже какой-нибудь SRV заработает. Нет, host2 не заработал. А, у нас назвалось client2, да? Только мы не client2, мы client10. Мы же динамически получили IP-адрес. Ну вот, смотрите. Значит, достаточно было просто поднять оба сервиса, у нас заработала и сеть, и маршрутизация, и все. Вот. Сколько у нас времени осталось? Минут? 10 минут. Да, очень хорошо. Значит, надо сказать, что в действительности это все очень игрушечные штуки, потому что, например, большие такие серьезные ДХЦП, ДНС сервера работают в связке, и, например, ситуация такая, что клиент может сказать, меня зовут так-то, выдайте мне тот адрес, который был в прошлый раз, чтобы, значит, не меняться. Да? И у самих, а уж у ДХЦП серверов куча параметров, которые могут быть включены, да? А мы с вами только простейшими вещами занялись. Более того, ДХЦП клиент может сказать, меня зовут так-то, выдайте мне IP-адрес и обновите эти сведения в вашем ДНС, что у такого IP-адреса теперь вот такой, у такого домена именно теперь вот такой IP-адрес. И это тоже может сработать, если клиент предоставил соответствующий ключик, и он имеет право на такого рода запрос. Вот. ДХЦП апдейт. Динамик ДНС апдейт это называется. Ну вот. Вот этого всего, конечно же, в системе ДНС не реализовали, потому что, повторяю, в нем решают только самые простые, пока что самые простые вопросы, да? А вопросами серьезными, в том числе безопасности, занимаются толстые люди, типа того же интернет-сервис консорциума. Хотя я уже говорил, что у меня у нас в сообществе странное отношение к ИСЦ. ИСЦ, вот, об этом мы поговорим в самом конце. Правильно было сказано с места, нам еще не хватает НАТА. Давайте мы этот НАТА тоже включим с помощью системы ДНС. Как я уже говорил, системы ДНС используют не с помощью подсистемы IP-табель, а с помощью подсистемы NF-табель. Ее нужно тоже разрешить и запустить. Вот. Пока мы не будем смотреть внутренние F-табель, у нас будет отдельная лекция по нему, чуть ли не следующая. Вот, вы еще успеете ужаснуться. А пока что давайте мы возьмем и встроим в конфиг системы Д тот самый НАТА. И вот тут нас поджигает очередной прикол от авторов системы Д, который одновременно и логичный, и нелогичный. Помните, как устроен этот самый исходящий НАТА? Мы берем на внешнем интерфейсе, навешиваем правило, что пакеты, которые выходят через внешний интерфейс, после того, как мы их смаршрутизировали, если они имеют не наш адрес, то происходит преобразование адресов, они фиксируются в коннекшн-трекере, бла-бла-бла-бла-бла. Так вот, для того, чтобы с точки зрения системы Д настроить НАТА, надо редактировать не профиль внешнего интерфейса, а профиль того интерфейса, из которого вы собираетесь НАТА. Кажется абсолютно нелогичным. Я на этой грабли попадаю все время, когда его настраиваю. Сегодня я по памяти воспроизводил, а ты снова на эти грабли наступил. Но в этом своя логика есть, которая состоит в том, что у вас, например, несколько интерфейсов на компьютере, но НАТА вы хотите только вот эту сеть, а вот эти сети НАТА не хотите. И тогда действительно нужно выборочно говорить. Вот на этом интерфейсе ETH1 мы НАТА включаем маскарадинг, а на остальном не включаем. Но правило, которое в результате образуется, оно довольно сложное. Потому что оно, понятное дело, Source NAT никто не отменял. Source NAT это преобразование при выходе после роутинга. Но при этом еще должен быть какой-то крючок, что мы преобразуем не все пакеты, а только те, которые вошли через интерфейс ETH1. Поэтому, если сейчас сказать очередной раз restart systemd network d, во-первых, давайте проверим, что у нас работает. У нас работает. Но теперь давайте посмотрим, как выглядят правила NF-tables. Это вам не одна строчка в Epitemos. Но правда и делает она, как мы уже договорились, более сложная. Она, во-первых, каким-то образом отмечает пакеты, которые вошли из этой сети, а потом каким-то образом в пост-роутинге должна их маскарадить. Вы разве не делали, что-то было не похоже на Denati, когда делали NAT только для тех пакетов, которые идут с портом 1, 2, 3, 4? Да, но здесь, понимаете, здесь мы работаем сразу с двумя вещами. Мы с одной стороны обрабатываем входные пакеты, потому что нам нужны только те, которые с интерфейса ETH1. Ну, на самом деле, с вот этой подсети. А с другой стороны все равно на тем на выходе. Это два разных правила. Мы про это поговорим, когда мы будем говорить про NF-Tables. Это два разных правила. Нам нужно сохранить вот это множество вот до этого места. Видите? Вот мы задали множество, а вот здесь мы говорим только эти пакеты. Но что-то похожее. Да, вы правы. Вы правы, конечно. Все остальное это какие-то прибамбахи от авторов систем D, которые что-то важное делают. Я не знаю, что они тут делают важно. Честно. Но, видимо, вот эти вот не зря вот они вот что-то тут такое делают. MapPort. Какой порт? Зачем порт? А-а-а! Чтобы не получился конфликт портов, нам же еще нужно, вот мы приняли пакет туда. Ну, короче, проехали. Важно, что оно работает. Что вот одна вот такая настройка, напоминаю, на внутреннем интерфейсе, внезапно включает маскаранник на интерфейсе внешнем. Ну, очень хорошо. Пускай включает. Последнее, что можно посмотреть, это анонсирование служб. У нас осталось 4 минуты. Но мы позже начали, между прочим. Приходите раньше. Вот. С анонсированием службы ситуация такая, что нам нужно обязательно их посмотреть, потому что у нас в домашнем задании будет это. Значит, еще раз, что такое протокол... О, еще NSSD. Две вещи нам нужно посмотреть. Вещь первая. Есть специальный способ хранения прямо в DNS различных информаций о том, какие службы у нас данные машины предоставляют. Вот. Для этого есть поле специальное типа SRV, прямо в базе данных DNS. И мы можем, например, сказать вот что-нибудь вот такое. Скажи мне, дорогой... Дорогой... Дорогой Gmail.com, кто у тебя предоставляет IMAP доступ по TCP? Он говорит, IMAP Gmail.com, есть такая служба. Вот. Это можно делать через DNS, но это же можно делать и через другие виды анонсирования, через другие виды преобразования имен. В частности, через тот самый мультикаль... Тот самый мультикаль с DNS, МДНС, который в том числе реализуется вот этим самым протоколом ZeroConf, Авахи и так далее. Вот. В чем идея? С одной стороны, у нас нет никакой информации, нет никакого способа и даже нет возможности записать в какой-то DNS чего-то. С другой стороны, у нас есть протокол, который называется ZeroEcon, в который позволяет хостам самим договориться. Таким образом, мы можем, например, сказать, смотрите, у нас есть Secure Shell, этот Secure Shell доступен на 22-м порту, вон на той машине, слушайте все, кто в локальной сети, и вы это узнаете. Вот. Выглядит это примерно так. Значит, Авахи Диамон Сервис. Вот. И с помощью вот такого файла Services. Вот. Он, к сожалению, на XML написан, но он небольшой. Мы анонсируем, что есть, что есть вот, узнаете, да, Патер? С ССХ-ТСП. В том пространстве имен, который мы резолвим, есть нечто с ССХ-ТСП, которое раздается на 22-м порту. Это запись типа SRV, только не в DNS-сервере. Мы могли бы это сделать в DNS-сервере. Реально. А вот в новом пространстве имен, которое будет резолваться просто по протоколу Авахи. Значит, давайте попробуем этим воспользоваться. Здесь тоже запустим, запустим Авахи. АВАХИ БРОУС у нас АТ. О, смотрите. АТР. Что-то я не вижу, правда, анонса ССХ. А, нет, есть, вот он, порт-22, смотрите. Видите, да? Вот эти анонсы. Их видно в сети. Можно было сейчас по-тиспи-дампить, как Авахи там, значит, рассылает запросы. Давайте по-тиспи-дампюм. Ну вот он, видите запрос? Это, собственно, запрос на вот он самый под 53-53, мультиказ DNS. Вот. С вопросом, а ну разреши мне, пожалуйста, кто отвечает за SSH TCP Local? Вот. При этом, в качестве имени домена используется просто домен Local. Точка. То есть, фактически, это тот же самый DNS, только без всего. Вот. Ну и можно воспользоваться. Смотрите. допустим, SSH CSV. Вот. Точка Local. Вот этот CSV Local нам и получен с помощью Авахи. Вот по этому протоколу, собственно, вот можно еще раз вот так. Ну там. Нет, тут уже около домен сразу. Так, у нас время кончается. Ну ладно. В общем, вот. Это очень простой способ пробрасывания мелдхостов, вот безо всякого, безо всякого этого самого. Кстати, у нас называется как? Он называется клиент. О! Откуда он узнал слово клиент Local? У нас не было такого, такой записи в хостис. Он себя так назвал и так анонсировал. Да? Вот, 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 вот отсюда. А вот, собственно, если, если вписать букву L, он свои собственные анонсы не будет показывать, только внешний. Вот он, внешний анонс. Вот отсюда он и знает, что он клиент Local. Видите? Такие дела. Значит, последнее, что я хотел сказать и на этом закончим. Сейчас в образе есть ошибка, связанная с нашим любимым интернет-сервис-консорциумом. Дело в том, что традиционно в сообществе OpenWall, в сообществе от Linux не доверяют исходному коду от ESC и стараются не запускать из-под рута библиотеку Libresolve, которая занимается преобразованием IP-адресов. У нас эта библиотека, во-первых, выполняет операцию Chroot в пустое окружение, где ничего нет. Во-вторых, понижает себе привилегии до пользователя типа Resolver или что-то такое. Во-вторых, какой-то другой. Ну, неважно. И в-третьих, в ней не работает Multicast DNS и ССХ работает, SRV Local, а PING сейчас не будет работать. Ой, работает. Ну вот, а у меня дом не работал. А, это может быть потому, что этот самый Ну ладно, это я починю. Короче говоря, в домашнем задании у вас должно быть, должно резолвиться, без всяких дополнительных настроек должны резолвиться имена хостов. Вот. Сейчас. SRV Local. Вот. Да? То есть, вот ССХ клиент на local работает, пожалуйста, а PING клиент на local не работает. Потому что в том черте, где лежат, значит, где лежат, где запускается LibreZover, нету сокета от Multicast DNS. Просто нету. Не проброшено туда. Вот это я должен исправить, после чего можно будет делать домашнее задание. Домашнее задание будет состоять в том, что вы настраиваете клиент-сервер таким образом, что клиент получал все настройки автоматически от вашего сервера. Потом клонируете клиент, переназываете его Stranger, и больше ничего на нем не делаете. И этот Stranger должен после перезагрузки, после того, как вы поменяете машину ID на нем, заработать. А, я еще забыл сказать про машину ID, еще одна штука, про которую я не знал. Значит, это последнее, что я расскажу. ДХЦП клиент раньше говорил, у меня такой-то, скажем, MAC-адрес, выдайте мне настройки. С MAC-адресами вышла проблема. Их может быть больше одного, они могут быть, ну, короче, их можно поделать и так далее. Поэтому в какой-то момент было принято решение, что у каждой машины будет специальный уникальный идентификатор. Вот такой. У всех разный. И именно он будет уникальным идентификатором, на котором будут выдаваться все эти конфиги в ДХЦП-сервисе. Старые, классические ДХЦП-сервера умеют и так, и сяк. Естественно, систем Д, поскольку это они придумали, умеют только сяк. Поэтому, когда вы сделаете клон вашей домашней машины, в этой самой машины клиент, обязательно обнулите машину ID, тогда после перезагрузки она сгенерит новый, красивый, другой. Можно вопрос, а кто, скажем так, гарантирует уникальность машины ID? Вероятность совпадения вот этих двух чисел случайных существенно ниже, чем вероятность того, что ваш ноутбук подлетит к вам и вслух расскажет свой. Идентификатор? Какой 32-й? Не 32-й? А? Это двух чисел. В целом, что это не конец. Ну, для 10, но в 10 раз меньше. Для 1000 в 1000 раз меньше. Это очень большое число, правда? Это уид, на самом деле. то есть атомов во вселенной несколько меньше, чем это число. Кажется. Вот. Кроме того, смотрите, это же всего лишь в рамках одной локальной сети. У вас там не будет больше нескольких десяток абонентов. Да? Этот машин ID никуда дальше не выйдет за прицел. Вот. Такие дела. Значит, собственно, все. А дальше, да, все это надо настроить с помощью 7D Network Day, Visual Day и так далее. А потом показать, что у вас работает интернет на всех машинах. На SRV, на клиенты и на Stranger. Вот. Напоминаю, что выход в интернет в тот же Яру у вас должен приехать специальный ваш DNS внешний. Есть еще одна фишка. А вот она. Что вот здесь мы указали DNS свой собственный, да? Да, 10.9. А в принципе вы можете сказать по-другому. Вы можете сказать в настройках DHC-сервера притащить тот DNS, который нам приехал снаружи и раздать. Все. Вопрос в чатике. Какой версии уид? Я не знаю, какой версии уид. Правда не знаю. Этим занимается отдельная служба, которая называется Generate Machine ID или что-то такое. Вот. Все. Все. Если вопросов больше нету, я уже у нас очень много времени. Все. Всем спасибо. В следующий раз мы тогда поговорим уже, видимо, о межсетевых экранах прямо. Прямо субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok